Здравствуйте! По признаку равенства треугольников по всем трем сторонам, мы уже знаем, что если соответствующие стороны треугольников равны между собой, то такие треугольники равны. На этом уроке я хочу выяснить, есть ли еще какие-либо другие признаки, связывающие треугольники, по которым можно было бы судить, что треугольники равны. Итак, признак равенства по трем сторонам работает. А как насчет равенства трех соответствующих углов? Напишу здесь угол, угол, угол. Допустим, есть вот такой треугольник и вот такой. Если мы знаем, что этот угол равен этому углу, и этот угол равен этому углу, то есть оба угла одинаковы по величине, и вот этот угол равен вот этому углу, то можем ли мы сказать, что эти два треугольника равны? На первый взгляд кажется, что да, равны. По крайней мере, так они здесь нарисованы. Если подумать, то у двух треугольников три соответствующих угла могут быть равны между собой, правильно? Можно увеличивать или уменьшать масштаб одного из треугольников, но его углы при этом останутся такими же. Например, если нарисовать вот такой треугольник, то, говоря простым языком, он подобен этим двум треугольникам, т.е. он такой же формы, как эти два треугольника, и углы у него такие же. Этот угол равен этому углу, вот этот нижний угол равен этому углу, и этот угол равен вот этому углу. Все соответствующие углы этих трех треугольников равны между собой, но очевидно, что вот этот треугольник не равен двум другим, так как длины их сторон сильно отличаются. Эта сторона намного короче этой, вот эта сторона намного короче этой, и эта сторона также намного короче этой. Значит, если три угла каких-то треугольников равны между собой, то нельзя сказать, что их стороны также равны. Т.е. эти треугольники могут быть из одинаковой формы, но разных размеров. Итак, из этого свойства не следует равенство треугольников, но из него следует подобие треугольников. Т.е. равенство трех углов подразумевает подобие треугольников. Давайте я это запишу здесь – подобие треугольников. Возможно, вы привыкли употреблять слово «подобное» только в повседневной жизни, но в геометрии у слова «подобный» довольно специфическое значение. Подобные фигуры имеют одинаковые формы, но не обязательно одинаковые размеры. Т.е. все равные фигуры также являются подобными, так как имеют и одинаковые формы, и одинаковые размеры, но не все подобные фигуры являются равными. Например, все три треугольника подобны, но не все равны. Эти два треугольника равны, если у них одинаковые размеры. Я не делала такого предположения, но мы знаем, что если бы их размеры были одинаковыми, то можно было бы сказать, что эти два треугольника равны. Но ни один из них не равен вот этому третьему треугольнику, потому что он явно больше их обоих по размеру, хотя и одной формы с ними. Поэтому не может быть постулата или аксиомы о равенстве треугольников по трем углам. А как насчет двухсторонных углов между ними? Посмотрим. Сторона, угол, сторона. Начнем с одного треугольника, который выглядит вот так. Вот синяя сторона, вот розовая сторона, и вот лиловая сторона. И, предположим, есть еще один треугольник, у которого синяя сторона такой же длины, как и синяя сторона первого треугольника. Нарисую вот так, а на той же длины, что и эта сторона. Т.е. эти две стороны равны. Для этих двух треугольников соответствующие углы между двумя сторонами также равны. Т.е. этот угол и этот угол второго треугольника будут иметь одинаковую величину и будут равны. Следующая сторона второго треугольника будет иметь такую же длину, как и эта сторона. И поскольку мы знаем, что две соответствующие стороны имеют одну и ту же длину, и углы между ними также имеют одинаковую величину, то с третьей стороны этого треугольника мы можем сделать все, что захотим. По сути, ее можно начать рисовать отсюда, от этой точки, и не соединять с другой точкой, чтобы построить любой треугольник, какой захотим. Но похоже, что единственный способ построения треугольника – это провести оставшуюся сторону от этой точки до этой, соединив их. Поэтому, рассуждая логически, можно понять, что если есть два треугольника, и две стороны одного треугольника равны двум сторонам другого треугольника, а также углы между этими сторонами равны, т.е. этот угол, обозначу его желтым, угол между ними, вот этот угол и вот этот – углы между этими двумя сторонами. Первая сторона – та, что нарисована синим, вторая – та, что нарисована розовым. Т.е. понятно, что если две стороны и угол между ними одного треугольника равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то такие треугольники равны. Здесь нет другого способа размещения третьей стороны. Итак, этот признак, его называют аксиомой или постулатом, а поскольку он якобы доказан, то иногда его называют теоремой, подразумевает равенство двух треугольников. Мы откроем для себя вот такой набор правил. Был признак равенства треугольников по трем сторонам, а теперь еще добавился признак равенства по двум сторонам и углу между ними. Т.е. если две стороны и угол между ними одного треугольника равны, соответственно, двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то такие треугольники равны. А как насчет… Я просто пытаюсь перебрать все различные комбинации сторон и углов. Как насчет стороны и двух прилежащих к ней углов? Посмотрим. Угол, сторона, угол. Вернемся к этому треугольнику. Хотя лучше для каждого случая рисовать новый треугольник. Итак, угол, сторона, угол. Нарисую здесь новый треугольник. Вот одна сторона. Возможно, это и была бы одинаковая для обоих треугольников. А вообще-то сначала нарисую треугольник полностью. Вот другая сторона и вот третья сторона. Вот этот угол обозначу оранжевым, вот этот – желтым. И если есть еще один треугольник, у которого одна сторона равна одной из сторон первого треугольника, вот эта синяя сторона у него будет такой же длины, а также два прилежащих к ней угла равны двум прилежащим к ней углам первого треугольника, то будут ли эти треугольники равны? Подумаем над этим. И это будут неформальные доказательства. Мы просто пытаемся выяснить, какими еще справедливыми постулатами или допущениями мы можем пополнить наш набор правил, чтобы затем доказывать другие вещи. Итак, этот угол, пусть в обозначении это будет второй угол, будет равен соответствующему углу первого треугольника, а этот желтый угол будет иметь ту же величину, что и в первом треугольнике. И я сейчас не накладываю никаких ограничений на стороны второго треугольника, то есть эта сторона может быть любой длины, но она должна образовывать именно такой угол с первой стороны. Так, эта сторона может быть любой длины, абсолютно, если не накладывать никаких ограничений на ее длину. Давайте я обозначу равенство двух сторон. Вот эта сторона равна этой стороне. Итак, эта сторона может быть любой длины. Мы пока вообще не смотрим на ее длину, не ограничиваем. И опять же, эта сторона может быть тоже любой длины. Нет никаких ограничений на ее длину. Вот только она должна образовать именно такой угол с первой стороной. Именно такой. И только один треугольник может быть образован таким способом. Мы можем сказать, что эта сторона может быть сколь угодно длинной или сколь угодно короткой. Также эта сторона может быть сколь угодно длинной или сколь угодно короткой. Но они могут пересечься и образовать треугольник только в случае, причем эти два угла сохранятся, если их длины будут точно такими же, как длины соответствующих сторон первого треугольника. Т.е. эта сторона должна быть равна этой, а эта – этой. И, опять же, это не доказательство. Я бы это назвала рассуждениями или исследованием, которые мы проводим для того, чтобы вывести обоснованные аксиомы или положения, или постулаты. Итак, я полагаю, что этот признак все-таки подразумевает равенство треугольников. Теперь рассмотрим еще один случай. Угол – угол – сторона. И, знаете, на некоторых курсах геометрии, или, может, если вам придется сдавать экзамен по геометрии, вы могли бы выучить наизусть. Равенство трех соответствующих сторон означает равенство треугольников. Это логично. Или равенство двухсторонных угла между ними означает равенство треугольников. Но я не сторонница запоминания всего этого. Запоминание понадобилось бы, если бы была спешка. Иногда неплохо включать логику. Например, подумать, равны ли треугольники, если три их угла равны между собой. Подумать и сказать «нет». И я могу доказать, что треугольники в этом случае не равны. А если эти два признака соблюдаются, то проверьте так для себя, что они имеют логический смысл, то есть почему из них следует равенство треугольников. А теперь рассмотрим еще один случай равенства двух углов и стороны. Угол – угол – сторона. Итак, предположим, есть треугольник с вот такой стороной. И этот случай более интересный. Вот такая сторона треугольника, и есть два угла. Нарисую другие стороны треугольника. Одну нарисую лиловым, другую – зеленым. И один угол является прилежащим к рассматриваемой стороне, а другой – противолежащим. Вот это угол противолежащий рассматриваемой стороне. А вообще не стоит его обозначать двойным, так как в обозначении он указан первым у нас. Так, этот угол является противолежащим к стороне, а это – прилежащий угол, и в обозначении он указан вторым. И если я знаю, что есть еще один треугольник, у которого длина одной стороны равна длине этой стороны… Давайте я нарисую ее вот так. Сторона такой же длины. А также один из прилежащих к ней углов равен соответственному углу первого треугольника. И эта сторона вот здесь может быть любой длины. Мы не накладываем ограничений на ее длину, но угол, противолежащий рассматриваемой стороне, должен быть равен вот этому зеленому углу первого треугольника. Т.е., например, угол мог бы быть здесь, тогда зеленая сторона располагалась бы вот так, и угол также мог бы быть здесь, тогда зеленая сторона располагалась бы вот так. И мы предполагаем, что эта сторона равна этой. Этот угол равен этому, а этот угол равен этому. Эта лиловая сторона может быть любой длины, и эта зеленая сторона может быть любой длины. Нет никаких ограничений у нас на их длины. Но можем ли мы построить какой-то треугольник, не равный первому? Ведь нижняя сторона зеленая должна пересечься с этой синей. А единственный способ сделать так, чтобы они пересеклись, это провести нижнюю сторону, начиная отсюда. Потому что этот угол должен иметь определенную величину. Поэтому похоже, что равенство стороны двух углов, противолежащего ей и прилежащего к ней, действительно подразумевает равенство треугольников. А теперь рассмотрим еще один случай, просто чтобы перебрать все возможные ситуации. Оставлю немного свободного места внизу. Итак, как насчет случая сторона-сторона-угол? Снова рисую треугольник. Вот одна сторона, вот другая. А, эти значки пока не нужны. Одна сторона, другая и еще одна сторона. И что, если мы знаем, что есть еще один треугольник, у которого две стороны и угол, противолежащий одной из них, такие же. Например, у него такая сторона, равная этой, и есть еще одна сторона. Но нет никаких ограничений на угол между ними, на вот этот угол, только ограничения длины второй стороны. Помечу в обозначении. Синяя сторона – это первая сторона, вслед за ней идет лиловая сторона, вот эта. То есть длина этой стороны должна быть равна длине этой стороны. Нарисую ее под другим углом, чтобы затем доказать, что это неправильно. Допустим, под таким. Попробую сделать это поинтересней. Нарисую эту сторону вот так. И это совсем другой угол. Но вот этот угол, противолежащий синей стороне, должен быть равен соответственному углу первого треугольника. Похоже, что в этом случае можно нарисовать второй треугольник, не равный первому. Две его стороны будут, соответственно, равны двум сторонам первого треугольника, но угол, противолежащий одной из них, будет другим. Например, как у этого треугольника. Я нарисовала этот угол меньшим, чем этот. Эти две стороны равны, а этот угол не может быть равным соответственному углу, потому что в этом треугольнике лиловая сторона будет расположена уже под другим углом к синей стороне. Поэтому в случае равенства двух соответственных сторон и угла, противолежащего одной из них, не обязательно должен подразумевать равенство треугольников. Итак, в этом случае треугольники не обязательно равны, а также не обязательно подобны. То есть этот случай не подразумевает ни равенство, ни подобие треугольников. Все. До встречи на следующем уроке! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...